Библейский портал экзегет.ру представляет Для библейского портала «Экзегет» мы начинаем читать книгу пророка Исаии, и я буду читать ее в своем переводе. Но это пророк с большой буквы, вот Пушкин – поэт, Исаия – пророк, точно так же. Это личность, очень известная, яркая, которую мы много узнаем из его книги. Это человек-священник, который жил в Иерусалиме в VIII веке до н.э. И, собственно говоря, вот это все и в первой же самой главе. Вносится сюда его датировка, его характеристика, но личность пророка довольно мало занимает самого пророка, гораздо больше его занимает его собственная весть. А что такое VIII век до н.э.? Такое ключевое время. Ассирия нападает сверху, с севера, если смотреть по карте, то это сверху на территорию сначала Северного Израильского, потом и на Южного Иудейского царства, захватывает Северное, уничтожает его фактически, уничтожает столицу Самарию. Это происходит в 722 году. Я напомню, что до н.э. годы, наоборот, уменьшаются. То есть 722 – это ближе к концу, а не к началу VIII века. И, судя по всему, над Иерусалимом нависла та же самая опасность. Что сделать, чтобы остаться в этой опасности живым? Не только самому, но городу, народу, стране, храму. Вот об этом, собственно, пророчество Исаии. И сначала у нас такой краткий подзаголовок. «Видение об Иудее с Иерусалимом, которое было пророку Исаии, сыну Амоца». В синодальном переводе Амоса, но это не совсем точно, это не пророк Амоса, это два разных человека. «Когда в Иудее царствовали Узия, затем Йотама, Хаз и Хискея». Четыре царя, то есть это довольно длинный период. И вот Хискея, или языки синодального перевода, как раз один из тех немногих царей, который стремился восстановить почитание единого Бога. Возможно, как раз Иерусалимский имел прямое отношение к этой его реформе. И реформы языки, в общем-то, были ответом на его пророчество в том числе. И пророчество начинается сразу с очень громких слов. «Слушай небо и внимай земля, ибо Господь говорит». Пророк как будто обращается ко вселенной, прекрасно понимает, что израильтяни его не очень-то послушают. Ну, Иудеи, Южное царство, поскольку Северное уже либо разрушено, либо вот-вот будет разрушено, с ними уже говорить особенно не о чем, только подводить итоги их печальной судьбе. Но здесь перед нами вот такое понимание мироздания, когда Иерусалим в самом центре, Иудея вокруг, ближайшее окружение, в том числе Северное царство, Израиль вокруг, и весь остальной мир, включая все мироздание, не только человеческие страны, но вот небо и землю, да, вот это все тоже вокруг. И исправление мироздания начинается с исправления центра, с исправления Иерусалима. И что же Господь говорит? И дальше развернутая метафора, которая потом станет одной из самых основных метафор, говорящих о Боге. Бог как отец. Но, как любой человек, бывший отцом, знает, быть отцом – это не всегда удовольствие, это иногда и огорчение довольно сильное. «Я сыновей взрастил и воспитал, а они восстали на меня. Знает бык своего господина, осел, хозяйские ясли, а Израиль не знает, мой народ не разумеет». Даже бессмысленное животное, которое все-таки знает, где его кормят, да, и находит к кормушке дорогу, как-то реагирует на своего хозяина, хотя бы по этой причине, если уж не по какой другой. Но израильтяне вот в этом перевернутом мире, где самое священное перестало быть самосвященным, израильтяне хуже бессловесного животного. «Увы, греховное племя, народ, обремененный виной, злодейское семя, негодное потомство, оставили Господа, презрели святыню Израиля, спиной к нему повернулись». Вообще неудивительно, что проповедь Исаия не только не встретила большого сочувствия, но и навлекла на него довольно много неприятностей. О них мы тоже в книге особенно не читаем, хотя есть кое-какие упоминания, мы скорее о них знаем из преданий, и о мученической смерти Исаии. Но смотрите, он выходит к израильтянам, вместо того, чтобы им говорить, «Все хорошо, у нас тут с вами духовность процветает, ну и есть отдельные недостатки, мы с ними боремся». Он начинает с резких оскорблений. «Вы хуже ослов». «Вы народ, обремененный виной, злодейское семя, негодное потомство». То есть вы вообще никто и ничто. Как так можно говорить с людьми? Любой специалист по, я не знаю, риторике, журналистике, публицистике скажет, что это очень плохой способ привлечь внимание аудитории, оскорблять их. Он начинает с этого. «Сколько же еще вас бить? Мятеж за мятежом, вся голова в ранах, сердце совсем остомилось, с головы до ног не осталось живого места, синяки до открытых ран, не омыты, не обвязаны, маслом не смягчены». Смотрите, опять-таки Исайя, но это не Исайя, а Господь. Исайя только передает его слова. Начинает не только с обвинений, но из какого-то описания очень жалкого состояния. «Вы ничтожество, вы избитые бомжи, которые где-то там валяются в канаве. Даже непонятно, что с вами делать. Вот бить вас уже бесполезно, потому что все, что можно, вам уже отбили». Как так можно разговаривать с людьми? Ну, для Бога возможно. А обратите внимание, здесь одновременно не омыты, не обвязаны, маслом не смягчены. Здесь одновременно и какое-то просыпается сочувствие. Ну, что же вы так? Вот до какого же состояния вы себя довели? Люди не любят такого. Люди любят, что вам рассказывали, какие они замечательные, как у них все хорошо, как у них будет все еще лучше. «Разовена ваша земля, города огнем сожжены, и на ваших глазах ваши поля обирают чужаки, разгром, как от набега чужеземцев». Осталась дождь Сиона, это, конечно, Иерусалим, он стоит на холме под названием Сион. Осталась дождь Сиона, как шалаш в винограднике, старушка на поле или город в осаде. Ну, то есть шалаш, старушка, это какие-то маленькие временные строения, город в осаде, вот крохотный городок, вокруг него вражеское войско. Это конкретно ассирийцы, но на самом деле не столько ассирийцы, а ассирийцы – это инструмент, сколько Господь, сколько все то, что связано с ним. «Не сохрани нам, Господь, воинство малого остатка, стали бы мы, как Содому, подобились бы Гоморре». Содом и Гоморре – два города разрушены, книги «Бытие» об этом написано, и, ну, это, наверное, самое худшее, что можно только сказать, вот какая-то отсылка к чему-то такому, невероятно позорному, страшному и ужасному. И вот если бы не этот малый остаток, то мы бы были ничуть не лучше. Остаток – это то, что остается, это понятно. Это слово у пророков очень такое важное, то есть это не просто остаток сдачи, мелочь, там, дал крупную купюру, тебе мелочи отсыпали. Нет, не это. Или там чай пил, на дне осталось немножко заварки, да, ну, то, что, в общем, не имеет ценности. Это скорее то, что остается у человека, у народа, у Бога, когда все пропало, все погибло. Вот за что цепляться, чем жить, когда больше ничего нет. И этот остаток всегда у Израиля есть. Вот что отличает его от Содома и Гоморры, потому что Господь каким-то образом ценит этот народ. И вот смотрите, самые резкие, самые жесткие слова и одновременно нотка сочувствия. И вот вместо этой помпезной риторики, которую так часто люди слышат, о том, как все замечательно, будет еще лучше, безразличные риторики. Вот боль о том, что происходит с этими людьми. Страдание, сострадание им. Слушайте слово Господне, правители Содома, внимаю учению нашего Бога, народ Гоморры, то есть он уже их оскорбляет вот такими способами. Да, вот как-то пробить, вот сквозь эту броню самодовольства, ощущение, что все правильно. Ну, дальше, что он, наверное, нам скажет? Вот, кто не читал книгу Исаии, задумайтесь, вот он будет говорить, что давайте-ка вы побольше молитесь, приносите мне жертвы, я жду, когда вы начнете исполнять свои обязанности, да, по отношению ко мне. К чему мне множество ваших жертв, говорит Господь, присытился я сожженными баранами и жиром отборного скота, неугодна мне кровь тельцов, баранов, козлов. Вы приходите представить передо мной, но кто требует от вас во дворах моих топтаться? Ни к чему вам таскать приношение, воскурение мне ненавистное. Ровно противоположное, да? Какой слон шаблона? Люди думают, наверное, ну сейчас он скажет, ну да, принесите мне еще там жертв побольше, что-то мало приносит. Он говорит, вообще не приносить. Зачем все это нужно? Как, Господи, ты же в законе Моисеевом от нас этого требуешь? Не просто призываешь, требуешь, это то, что твое, то, что мы должны делать, но мы это-то делаем, хотя бы это мы соблюдаем, у нас богослужения есть в храме, у нас жертвоприношения в нем совершаются, ни к чему вам таскать приношение, воскурение мне ненавистное. Новомесяще, суббота до собрания, от праздники, да, начало нового месяца, и суббота, день покоя и молитвы. Не выношу, когда празднуют злодеи. Новомесяще, ваши торжества мне ненавистны. Для меня не бремя, устал его нести. Простирайте ко мне руки, я тогда отвожу глаза. Множите молитвы, я не слышу. Руки ваши полны крови. А вот ответ на вопрос, как же так, почему же это происходит? То есть, пока руки ваши полны крови, пока творится насилие, несправедливость, угнетение, Бог не принимает молитвы. Вот просто не принимает. Это просто бесполезная трата скота на жертвоприношение, времени, сил, всего остального, слов на молитвы. Потому что людям свойственно думать, что Богу нужны какие-то процедуры, последовательности действий, слов, поступков. Вот я Богу отдал это, и дальше иду живу. А он говорит, нет. Если ты живешь, как насильник, как разбойник, то абсолютно все равно, как ты пытаешься со мной договориться. Это не получится. Это пустая трата времени, сил и скота. А что делать? Вот здесь он шокировал людей всеми мыслимыми способами. Он их оскорбил, но правда потом чуть-чуть пожалел. Он им сказал, ровно противоположное тому, что они ожидали от него услышать. И они такие стоят, видимо, растерянные. А что делать-то? Омойтесь, очиститесь, удалите злодеяния свои прочь с глаз моих. Прекратите творить зло. Научитесь творить добро. Вот, кстати, очень важный момент. Прекратить творить зло – это довольно простое действие – отказаться от зла. Вот делаешь что-то такое, явно не должно. Просто прекрати это делать, и все. Не нужно много думать на эту тему. А вот творить добро нужно научиться. Это непросто. Нельзя вот так пойти и сделать добро, потому что ты можешь сделать еще худшее зло. Сколько раз в истории это бывало. Ищите правды, порицайте угнетателей. Тоже очень важно. Правду нужно искать. Вот бывают люди, которые режут правду матку. Вот сейчас я вам всю правду скажу. И правда вот у такого человека внутри, в груди прям горит. Он говорит, ищите правду. Вы не знаете, где правда. Вы можете очень легко обмануться. Вы можете принять за правду то, что вам хочется услышать, то, что вам убедительно рассказывают, то, что вам приятно слышать и так далее. Но это еще не правда. Ее надо найти. А вот порицать угнетателям можно уже сейчас. Ты видишь, что творится безобразие. Подойди и скажи, что так нельзя. Сколько раз в истории самые разные люди отказываются делать простые и ясные вещи, порицать угнетение, безобразие. Но вместо этого начинают придумывать, будто знают простую правду. Вот наша партийная программа, наше национальное величие, наше что-нибудь еще. Вот она истина. Она у нас тут на ладони в книжечке записана. Нет. И от чего начать? Вот самое простое, да, это все высокие слова. Окажите справедливость сироте, правый суд подайте вдове. Даже не милость. Всего лишь справедливость. Дайте сироте и вдове беззащитным тем, за кого некого заступиться. Это такие, ну, типичные представители самых угнетенных людей в пророческих книгах. Дайте им то, что им полагается. Пенсию вдове заплатите. Рассудите сироту с могущественным каким-то князем, справедливым. Ну, про пенсию, конечно, придумал. У них пенсии не было, но дайте ей ее долю имуществов, ее наследство, отмолжи убитого. Вот тогда приходите и рассудим, говорит Господь. Если ваши грехи багровеют, отбелю их подобно снегу, пламенеют, наливая салом, как новую шерсть отмою. Добровольно мне покоритесь, будете вкушать земные блага. А если откажетесь, возмутитесь, самих вас пожрет меч. Вот не жертвы нужны, это, собственно, одна из основных идей любой пророческой книги. Невозможно договориться с Богом с помощью ритуалов, молитвы, всего остального, пока ты угнетаешь ближнего. А прекратишь это делать, научишься искать правду, хотя бы искать правду, то приходи, и твои грехи будут прощены. Как же это сделалось блудницей, прежде верная столица, исполненная правосудием, Иерусалим? Обитала в ней некогда правда, а теперь убийцы. Серебро твое стало шлаком, то, что остается после выплавки, вот металл расплавленный, вытекает, шлак – это грязь, которая остается. Вино разбавлено водою, ну, ни вкуса, ни крепости. Вожди твои сообщники повстанцев, варам приятели. Все не любят взятки, за подарками гоняются, за сиротству не заступятся, до жалобы вдовы им нет дела. Тоже такая универсальная картина, да, взятки, деньги, выгоды, а справедливости нету. За это пророчество вам от Владыки, Господа воинств, мощи Израиля. Вот его описание, Господь воинств или мощь, то, что действует, то, что обладает силой. Вот о Боге часто говорят, как о трансцендентной реальности, он где-то там есть, ну, а нам-то что с того? Нет, он действует. Итак, пророчество. Избавлюсь я от врагов, отомщу неприятелям. Ну, конечно, хорошо, когда он отомстит врагам, но Господь говорит, своим врагам отомщу, и ты можешь быть среди них. Занесу над тобой руку, очищу, как щелоком, твой нагар, твой шлак уничтожу. Ну, здесь такие технические подробности, да, вот нагар, то, что остается, когда там выплавляют, что-то жгут, то щелок едкая субстанция, ей чистят, допустим, кастрюлю пригоревшую или что-нибудь подобное. И вот, когда чистят кастрюлю, кастрюля-то получается чистая, но сколько грязи по дороге, да, и ее приходится отдирать, вот прямо с усилием. Вот Господь также обещает поступить с Иерусалимом и Иудеем. И он же говорил, раны не омыты, не перевязаны, а как их омыть и перевязывать? Вернуть тебе судьи, как прежде, советников, какие раньше были, и тогда назовут себя городом праведным, столицей верной. Справедливость сионы скупит, обратившихся сынов его, а, возможно, пленников, его другой вариант перевода, праведность, а злодеям и грешникам одна гибель, забывшие Господа сгинут. Ну вот, это самоисцеление, она же очистка города. Стыд постигнет вас тогда за дубы священные, это языческие культы под высокими красивыми деревьями. Что вам так любезны, срам, за сады, что себе вы избрали, ну, тоже какие-то священные рощи. Будете, как дуб, с листвой опавший, как сад, водой неорошенный. Сильный тогда станет пакли, а дело его искрой, как займется, так никто не потушит. Да, вот дело, как искра, которая поджигает того, кто его делает, дурное дело. Тоже очень интересный образ. Потом у апостола Павла, конечно, это будет спасется, но как бы из огня дела каждого и будут испытаны. Там серебро и золото устоит, а солома сгорит. Это все от Исаии. Вот здесь у нас есть и выплавка драгоценных металлов, и сгоревшая пакля. Первая глава – это конспект. Конспект – все первые части книги. Ну, а в книге несколько частей из них. А первая, она продолжается до 39-й главы, и она посвящена как раз ситуации Иерусалима 8-го века. Во второй, конечно, продолжится более подробно. И в третьей, в следующих главах обличение этой нынешней жизни Исаии, обличение со стороны Исаии нынешней жизни в Иудее и Иерусалиме. Но эти обличения актуальны для, наверное, каждого народа и многих периодов его истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!